Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске вопрос о признанных России территориях Западной Армении обеспокоил турецкого политика. 17 семей получили новые квартиры в Арцахе. Улица Бурдж-Хамуд-Мараш является свидетелем депортированной сущности армян. YouTube запретил видео посла Турции, отрицающего геноцид армян. Американский канал CBS News представил Константинополь как часть Греции. Заявление Рафик Ортощана, президента фонда изучения армянской архитектуры. Волынька – один из старейших армянских инструментов в мире. Турецкий политик Мерал Аксенер выступила перед турецким парламентом, в ходе которого оценила военные действия России против Украины, заявив, президент России Путин не признает волю украинского народа. Он не уважает их политический суверенитет. Сейчас настало время санкций. Отметив, что Эрдоган не проявил последовательности в этом вопросе, Аксенер сказала, отношения между двумя странами Турции и России не сбалансированы. Эти отношения только в пользу России. Она коснулась оккупированных Карской, Каринской и Ордоганской областей Западной Армении, отметив, что вышеназванные области ранее были частью России. Напоминаем госпоже Аксенер, что она представляет Карц, Карин и Ордоган в составе России. А Россия 29 декабря 1917 года уже признала независимость Западной Армении, включая упомянутые области. Состоялся розыгрыш трехкомнатных квартир в строящемся районе улицы Туманяна, который возглавил председатель жилищного комитета Республики Арцах Армен Мангасарям. По данным источников розыгрыша, приняли участие 17 семей погибших или пропавших без вести в ходе 44-дневной войны. В ближайшее время планируется предоставить более 130 квартир с семям разных социальных групп. Улица Бурджхамуд в Мараш в Бейруте с ее бакалейными магазинами и кулинарными традициями является открытым окном для армянской общины. Длинная узкая улица, начинающаяся у входа, полна небольших магазинов. Надписи написаны на арабском и армянском языках. Большинство названий происходят от города Мараш в Западной Армении На полках стоят смеси злаков, которые нужны для приготовления лекарства по бабушкиному рецепту. Статья полностью доступна на нашем сайте. YouTube заблокировал видео, в котором Эгмен Багыш, бывший депутат турецкого парламента и бывший министр, а ныне посол Турции в Чехии, отрицает геноцид против армян. Видео, снятое в апреле 2020 года, сначала было удалено с YouTube турецкого канала. Позже Багыш разместил это же видео на своем личном канале в YouTube. На этот раз мировая видеоплатформа заблокировала указанное видео в качестве основания для блокировки разжигания ненависти. На карте, показанной по американскому телевидению, во время новостей о российско-украинской войне Стамбул был представлен как территория Греции. Американский телеканал моментально отреагировал на требования турецкой стороны дать немедленное объяснение по поводу использования дезинфицированной карты. Канал извинился за случившееся, заверив, что ошибка была исправлена. Чтобы избежать подобных ошибок в будущем, CBS News заявила, что пересмотрит процесс вещания. Президент фонда изучения армянской архитектуры Рафик Ортущан написал на своей странице в Facebook, что в Азербайджане стали настороженно относиться к архивным материалам фонда об армянских памятниках. Цитируем пост Рафик Ортущана. Демократическая газета «Мусават» в защиту лживых заявлений министра культуры Азербайджана предоставляет факты, говоря, будто я даже крепость Шахбулаг объявляю армянской. Как он предупреждает, у их специалистов есть старые архивные фото албанских памятников. Если армяне обратится в международный суд, то проиграет. Считаю необходимым еще раз напомнить, что любое посягательство на армянские памятники может быть задокументировано благодаря нашему богатому архиву. Поэтому избежать решения гаагского суда от 7 декабря 2021 года невозможно. Впервые на территории Западной Армении изображение валыньки было найдено на стене дворца близ города Айнтаб, датируемого 1300 годом до н.э. Сведения о происхождении инструмента, мастерах инструмента и музыкантах очень скудны. Первый образец валыньки был найден в шумерском древнем городе, датируем третьим тысячелетиям до н.э. В армянском языке этот инструмент имеет несколько названий – валынька тик чкор. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok